С детства хотел стать защитником Родины. Служба по контракту «Выбор сильных» считает Рамазан Муртазалиев из Прикубанского района. Новые меры поддержки участников СВО в республиканской столице прошла встреча с матерями и супругами военнослужащих. Встречи известных людей с молодежью в филиалу общества «Знания» проводят на территории республики акции «Поделись своим знанием». Экспозиция широка и многогранна. В картинной галерее представлены работы заслуженного художника России Умара Мижева. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Женькёзов. Глава республики Рашид Тимрезов подписал указ о назначении на должность постоянного представителя Карачаева-Черкесии в Москве Эдуарда Дерева. В ходе рабочей встречи Рашид Тимрезов поздравил Эдуарда Дерева с назначением и обозначил круг приоритетных вопросов, которыми ему предстоит заниматься в новом качестве. Прежде всего, это взаимодействие с федеральными структурами и правительством России, организация работы с земляками, уроженцами Карачаева-Черкесии, которые сейчас учатся и работают в столице. Также необходимо совместно с правительством республики продолжить работу над повышением инвестиционной привлекательности региона. В должности главы администрации Адыгехабльского района Эдуард Дерев проработал 6 лет. За это время под его руководством совместно с правительством республики было реализовано немало проектов по улучшению социальной инфраструктуры, дорожных и инженерных коммуникаций. Принято решение о строительстве новой школы в Адыгехабле. Рашид Тимрезов поблагодарил Эдуарда Дерева за проделанную работу и выразил уверенно, что вектор на решение актуальных для района проблем и задач будет продолжен, а опыт и профессиональные знания помогут ему успешно справиться с поставленными задачами. Также Рашид Тимрезов подписал указ о назначении на должность министра труда и социального развития Карачаева Черкесии Динары Камурзаевой, ранее занимавшей должность заместителя министра здравоохранения республики. Динара Магомедовна – врач по образованию с 17-летним стажем работы в лечебных учреждениях. В Министерстве здравоохранения около пяти лет отвечало за реализацию приоритетных нацпроектов, хорошо знакома со спецификой организации медицинской и социальной помощи населению в разрезе муниципалитетов. В прошлом году прошла профессиональную переподготовку по направлению современной технологии в социальной сфере. В зоне ответственности Министерства труда и социального развития находится ряд важных направлений, в том числе социальная поддержка различных категорий граждан, взаимодействия со службой занятости. Особое внимание сейчас уделяется организации адресной помощи военнослужащим и членам их семей, поэтому очень важным является тесное взаимодействие с региональными отделениями Федерального социального фонда и Фонда защитника Отечества, подчеркнул глава региона. Рашид Тимрезов также отметил, что команда Министерства под руководством предыдущего руководителя Руслана Шакова профессионально справлялась с поставленными задачами. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что Динара Камурзаева столь же эффективно будет трудиться на новом участке работы. «Жить, Родине служить» – гласит пословица. В России с начала 2023 года набрали порядка 325 тысяч контрактников, среди которых и наши земляки. Служба по контракту – выбор сильных, считает Рамазан Муртазалиев из Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Рамазан Муртазалиев с детства хотел стать защитником Родины. После кадетского корпуса он поступил в военное училище, но из-за травмы курсанту пришлось уволиться. Рамазан не терял надежды стать военным и воспользовался возможностью заключить контракт с Министерством обороны. У меня травма колена была, и медкомиссия не пропустила, и мне пришлось уволиться. Но после этого я восстановил колено, решил вернуться в армию, подписать контракт. Хотел бы в артиллерию попасть, командира Голубицы. Посмотрим сейчас, уже дальше решаться будет уже там, после подписания контракта. Заключение контракта на военную службу – важный шаг для тех, кто мечтает стать частью армии и служить своей стране. Для этого кандидату необходимо воспользоваться порталом госуслуги или обратиться в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете. Дальнейшее разъяснят инструктора. В пункте отбора рассказали о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых контрактнику. В частности, это единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей от президента страны и 100 тысяч от главы Карачаева Черкесии. Минимальная зарплата контрактника составит 204 тысячи рублей. В зависимости от занимаемой должности она будет расти. Будут выплаты у вас за подноем жилья или будете обеспечиваться служебным жильем. Если есть дети, то есть возможность отправить их в детские оздоровительные лагеря, кредитные каникулы. Также вам будет предоставлен двухнедельный отпуск, оплачиваемый двухнедельный отпуск. Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Черкесске по адресу улица Комсомольская, 31. Телефон для справок 8 878 22 60 4 61. Али Баташев, Вести Карачаева Черкесия. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в Черкесске прошла встреча с матерями и супругами военнослужащих из республиканской столицы, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Во встрече приняли участие председатель парламента республики Александр Иванов, мэр Черкеска Алексей Баскаев, члены правительства, руководители регионального филиала Фонда защитника Отечества Марата Базалиев, военный комиссар Черкеска Марата Джиев, представители различных социальных служб. Было отмечено, что в начале сентября Министерством обороны России совместно с рабочей группой по вопросам специальной военной операции, которую возглавляет заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, был дан старт работы Центра помощи по вопросам СВО. Проект направлен на повышение уровня информирования граждан о денежных выплатах и социальных гарантиях, установленных федеральным и региональным законодательством. Матерям и супругам военнослужащих подробно рассказали о новых мерах поддержки. Так, семьи военнослужащих, в которых родился ребенок с 24 февраля 2022 года, по поручению главы республики получают единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей. Также с октября этого года начнет действовать система долговременного ухода за ветеранами боевых действий. Обратиться по поводу получения этой услуги необходимо в Центр социального обслуживания населения. Далее участники встречи ответили на вопросы, которые касались льгот при поступлении в ВУЗы, предоставления мест в детских садах, получения удостоверения ветерана боевых действий и другие. В течение всего сентября на территории России проходит акция «Поделись своим знанием». В Карачаево-Черкесии организатором встреч известных людей с молодежью выступает филиал общества знания. На одном из таких занятий в Республиканском педагогическом колледже побывал Артур Мхце. К появлению профессии учителя и учебных заведений, как полагают историки, привела необходимость. А в чем это была необходимость? Это что надо было передавать? Опыт и знания. И когда появился опыт и знания, то появилась необходимость передачи этого опыта. В Республиканском педагогическом колледже идет необычный урок. Неклассное мероприятие для воспитанников учреждения проводит министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Она рассказывает учащимся о наставнической роли педагога, о том, чему он может научить других. Причем достойным примером, возможно, станет их собственный куратор. Дети поступают к нам после школы. Ну, еще дети. И им действительно требуется и период адаптации, и становления. Они после школы, придя в колледж, они быстро взрослеют. Эта встреча стала одной из многих, которые на территории нашей республики организуют филиал российского общества знания. В неклассные мероприятия для молодежи проводят люди, которые имеют богатый жизненный и профессиональный опыт, которым есть что рассказать, чем поделиться с воспитанниками образовательных учреждений. Мы подключаем всех известных людей, республик, регионов, страны. Это и государственные деятели, известные спортсмены. То есть известные люди, чтобы, так сказать, обогатили наших детей знаниями, чтобы поделились, чтобы передали им что-то полезное, чтобы оплатить это потом в жизни. Возможно, кому-то из слушателей таких лекций пригодится опыт наставника, и они захотят, воспользовавшись полученной информацией, достичь больших успехов. В этом и есть главная цель акции – поделись своими знаниями. Помочь молодым людям поверить себя в то, что при должном подходе к делу можно добиться многого. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. В картинной галерее Черкеска открылась выставка заслуженного художника России, народного художника Карачаева Черкесии Умара Мижева. Экспозиция широка и многогранна, представлены все работы мастера. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на открытии. Умар Мижев родился в 1947 году в селе Лейенполь Киргизской ССР. После окончания художественно-графического факультета Карачаева-Черкесского госпединститута начал активно участвовать в краевых, всероссийских и всесоюзных выставках. В 1987 году вступил в Союз художников СССР. А с 1991 по 1992 годы возглавлял Карачаево-Черкесское отделение Союза художников РФ. С 1992 года работал главным художником в Карачаевском драматическом театре, где им осуществлено, как художником-постановщиком, около 30 спектаклей. Умар Мижев также является автором герба Карачаева-Черкесии. В своих произведениях художник воспевал и прославлял красоту родного края, рассказывал о его жителях. Его смело можно назвать мастером, который постоянно искал новые пути в творчестве. Целью этой выставки было показать многообразное и многоликое творчество такого большого и значимого художника для нашей республики Мишева-Умара. Это конкретно для нашей семьи, для того, чтобы прожить еще раз, вспомнить то, как это было при его жизни. И для всех остальных людей, чтобы они оценили весь масштаб личности и увидели, что такое настоящее искусство, как оно выглядит, чего может добиться человек, ведя к своей цели, не сворачиваясь с нее, несмотря ни на что. Работы Умара Мижева известны далеко за пределами республики. Их можно встретить в музеях и частных коллекциях в Америке, Турции, Франции, Венгрии, Швейцарии. Главное в творчестве Умара Мижева – огромная любовь к родной земле и ее народу. Большим, огромным потенциалом он обладал, чтобы смог передать на своих картинах все, что чувствует каждый из нас. Поэтому сегодня я могу сказать только одно – спасибо большое. Спасибо всем, кто устроил эту выставку, за предоставленную возможность погрузиться, прикоснуться к миру творчества великого художника. Умара Мижева – из тех художников, которые многогранны во всех жанрах живописи, натюрморте, портрете, пейзаже, жанровых композициях. Своё отношение к людям, к жизни он пытался передать прежде всего в портретах – любимом жанре художника. Также мастер обращался к сюжетам древнего нардского эпоса – к фольклору. Выставка «Путь» продлится до 8 октября в картинной галерее «Черкеска». Альбина Курочинова-Кенжева-Лебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Каковы основные причины дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями? Удалось ли республиканскому ГИБДД достичь поставленных на год целей? Сократилось ли количество ДТП? Об этом и не только в беседе с гостем программы, начальником аналитического отдела и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, подполковником полиции Олегом Камовым. Добрый день, Олег Олег Ильич. Сколько ДТП произошло в Карачаево-Черкесии? Давайте сопоставим данные за аналогичный период прошлого года. Добрый день, Мурат. В настоящее время на территории республики зарегистрировано 293 наружных транспортных происшествий, в результате которых погибло 45 человек и 362 получили ранения. Если брать аналогичный период прошлого года, то у нас было зарегистрировано 324 дорожных транспортных происшествий, в результате которых погибло 59 и 420 получили ранения. У нас намечается снижение погибших и как и раненых. Хотелось бы отметить это в положительную сторону. Комплекс, проводимый сотрудниками госавтоинспекции мероприятий, в настоящее время дают свои положительные результаты. Основная причина у нас, если так брать, выезд на полосу предназначен для встречного движения, не предоставления преимущества пешеходу. И одна еще основная причина у нас добавилась – опрокидывание транспортного средства. Люди не рассчитывают скорость. Одно из основных будет считать, что неправильный выбор скоростной дистанции. В результате чего опрокидывание происходит, и у нас в настоящее время наблюдается рост по данной категории. Поэтому принимается комплекс мер, устанавливаются дополнительные ограждения, дополнительные знаки с отражающими эффектами. Олег Алиевич, давайте прервемся и посмотрим сюжет на эту тему. Сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения участниками дорожного движения. Данные меры направлены в первую очередь на снижение числа и тяжести последствий ДТП. Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаевой-Черкесской республике с начала 2023 года по настоящее время были организованы и проведены десятки рядовых профилактических мероприятий по предотвращению ДТП. Буквально неделю назад закончилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сейчас у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Понятное дело, что в каждом профилактическом мероприятии свои цели и задачи, которые в обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции республики должны выполнять. Взаимодействие пешеходов и водителей тоже остается проблемным. 113 нарушений допустили недисциплинированные пешеходы и пассажиры транспортных средств. Пресечено около 3000 нарушений. К сожалению, не все знают, что за несоблюдение пешеходами своих обязанностей, согласно правил дорожного движения, их могут оштрафовать. Быть пешеходом – это очень ответственно. Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешехода. Выявлен ряд административных правонарушений, грубых нарушений ПТД, касающихся нарушения правил пересечения прежней части пешеходами, также нарушения правил дорожного движения водителям, которые, в свою очередь, не выполняли требования законодательства уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом движений. Наша задача при проведении подобного рода профилактических мероприятий – это, повторюсь, именно профилактика. То есть работа с людьми, которая направлена на то, чтобы донести до людей всю проблематику, которая имеется у нас в связи с имеющим место ростом ДТП, в том числе с участием пешеходов. За семь месяцев, с начала 2023 года, сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии на территории республики выявлено 1185 водителей, управлявших автомобилей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не имея водительского удостоверения, за руль сели 989 автомобилистов. Причем зачастую водители отказываются от прохождения медосвидетельствования состояния опьянения, как на месте с помощью алкотестера, который состоит на балансе у госавтоинспекции. Они также отказываются от прохождения свидетельствования. Фактически говорят о том, что человек находится в состоянии опьянения. То есть он приравнивается к тому, что водитель находится в состоянии опьянения, и он уже не может дальше управлять транспортным средством. И не всегда это случай, когда водитель находится именно в алкогольном опьянении. То есть есть такая проблема у нас. Много очень, в особенности молодежи, которая употребляет наркотические средства. В начале учебного года сотрудники УС автоинспекции планируют провести еще ряд мероприятий с несовершеннолетними. Лето подходит к своему завершению. Дети массово приезжают домой с мест отдыха. Возможно, некоторые из них отвыкли от оживленных улиц большого города. Поэтому полицейские подготовили множество мероприятий для юных участников движения и их родителей. С начала сентября месяца 2023 года проведение Месяца безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас будут проводиться профилактические мероприятия. В частности, будет в учебных заведениях, потому как у нас сейчас будет акцент делаться на учебных заведениях, ввиду того, что детки у нас находились на каникулах три месяца, в особенности, если мы берем младшие классы. И, понятное дело, что кто-то из них где-то что-то подзабыл касаемо правил дорожного движения. В обязательном порядке будем с ними беседовать вместе с преподавательским составом, с родителями будем стараться. Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы будут проводить проверки транспорта вблизи образовательных учреждений и на трассах. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Корчава, Черкесия. Хотелось узнать о темпах прироста автопарка республики. Как много за последнее время появилось машин? Если брать 2018 год, то на территории республики было зарегистрировано 126 тысяч транспортных средств. В настоящее время зарегистрировано 127 тысяч 500. Прирост транспорта не такой большой, однако с увеличением туристического кластера и увеличением уличной дорожной сети на территории республики и подъезду к туристическим поселкам, таких как Донбай, Архиз, Пхия, увеличился в разы транспортный поток, если можно так взять, на 45%. И туристический поток более чем 2 миллиона составляет. Законодательство в области правил дорожного движения периодически меняется. Скажите, пожалуйста, какие ношества из какого периода внесены? С 1 сентября 2023 года, текущего года, в силу вступило постановление правительства Российской Федерации, утверждающее новую редакцию перечня неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Ранее в социальных сетях и везде были обсуждения по данному поводу. Некоторые не так поняли, не так утрировали. В перечень неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, входит неисправность тормозной системы, рулевой колонки, отсутствие фар, либо неисправном состоянии, до их устранения самой причины. Кроме того, из перечня были удалены такие, ранее эти все ограничения действовали, но в определенный момент они прекратили свое действие, и сейчас обратно начинают действовать. Однако в настоящее время из перечня были удалены те нарушения, которые не влияют на рост дорожных транспортных происшествий, как и причинами не являются. Это именно отсутствие аптечки, аварийного знака, ошибка на табло, на спидометре, можно бы сказать. Они в настоящее время уже не являются нарушениями, при которых эксплуатация будет запрещена. Однако, даже при нынешних, если из-за этого отсутствует административное правонарушение, хотелось бы отметить, что водитель все равно должен свое техническое состояние, транспортного средства содержать как положено. Запретом может явиться вплоть до помещения транспортного средства на штрафстоянку отсутствие, как я сейчас сказал, тормозной системы, если дворник не работает с водительской стороны, рулевая колонка неисправна. При этих уже будут транспортные средства помещаться на штрафстоянку, либо приниматься меры до их устранения. Кроме того, хотелось бы отметить, если в дневное время человек, фары, все будут у него, задние и передние световые приборы в исправном состоянии, то ему позволяется доехать до ближайшей станции для устранения данных неполадок. Кроме того, с 15 августа 2023 года вступили поправки в кодекс об административных правонарушениях, а именно по части первой статьи 20.20.5. Это неуплата административного штрафа в указанный строк. Вношество касается большей частью транспортных средств, зарегистрированных на иностранных гражданах, как и с иностранными регистрационными знаками. К данной категории относятся граждане, которые везли транспортные средства на свое имя и на территории Российской Федерации нарушают. Либо же к данной категории будут относиться водители, которые привлечены сотрудниками госавтоинспекции к административной ответственности. В настоящее время срок административной ответственности был увеличен, привлечение срока административной ответственности был увеличен с 60 дней до одного года. В настоящее время к иностранным транспортным средствам постановление вступает незамедлительно. Если к обычным транспортным средствам с российскими регистрационными знаками поставление вступает в течение 10 дней в законную силу, то по данной категории транспорта вступает незамедлительно. В случае выявления транспортного средства с нарушениями Кодекса административных правонарушений по ст. 20.25, транспортное средство инспекторам ДПС может быть помещено на штрафстоянок до устранения выявленного нарушения, а именно оплаты указанного штрафа. Поступают ли в ГИБДД сигналы от населения о неадекватных водителях и как часто принимаются незамедлительные меры, чтобы их остановить? Хороший вопрос. В настоящее время звонки поступают как на 0,2 в дежурной части под территориальным органом МВД России на районном уровне, как в дежурную часть МВД, так и в настоящее время существует чат управления ГАИ, на который тоже поступают фотоматериалы с указанием даты и времени нарушения. Сотрудниками госавтоинспекции незамедлительно регистрируется материал и принимаются меры для привлечения водителя к административной ответственности. Если так брать, даже могу вам привести статистику, по чату нашему, за прошедшую неделю было зарегистрировано 10 материалов, все водители были привлечены к административной ответственности. Большую часть, если честно, вызывают люди, жалуются на неправильную парковку водителей, именно на пешеходных переходах, на тротуарах. Водители устанавливаются, привлекаются как положено. Какие важные задачи удалось реализовать в этом году республиканскому ГИБДД? В этом году сотрудникам госавтоинспекции в ряде комплексов мероприятий позволили снизить число погибших, как и число зарегистрированных дорожных транспортных происшествий. А именно с августа месяца на территорию республики действуют квадрокоптеры, которые нам позволяют выявлять водителей, выезжающих на полосу предназначенных для встречного движения. Кроме того, они используются для выявления водителей по непредоставлению преимущества пешеходам в движении. Данный комплекс позволил нам значительно снизить на очагах аварийности нарушение правил дорожного движения. Кроме того, с начала года проводится комплекс мероприятий по выявлению лиц в состоянии опьянения. Они проводятся у нас точечно, а именно в наиболее вероятном месте их появления, что позволило нам на 33% снизить число дорожных транспортных происшествий с их участием по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в настоящее время на территории республики используется комплекс паркон, позволяющий выявлять транспортные средства, припаркованные в нарушении правил дорожного движения. С действием данного прибора на территории республики значительно снизилось нарушение данной категории. Однако, при использовании данного комплекса у нас начали появляться другие нарушения. А именно, могу привести даже примеры. По улице Кавказской, где в основном он используется, водители начали скрывать свои регистрационные знаки всякими приспособлениями. Для чего, куда на место вызываются наряд дорожно-патрульной службы, устанавливаются водители. И привлекаются уже по двум статьям за нанесение на госрегистрационные знаки приспособления, позволяющие их скрыть. И также он привлекается за незаконную парковку, можно бы сказать. Кроме того, на постоянной основе, на территории республики проводится комплекс мероприятий с детьми, с участием детей, для того, чтобы снизить дорожно-транспортное расшествие и тяжесть их с участием детей. В настоящее время мы акцию проводим с нанесением цифрографических схем на пешеходных переходах, трафаретами наносим. Дети активно участвуют, юдовцы участвуют со всех школ, по всем районам. Притом, это у нас в проходе не только в городе Черкесске. Выезжаем в каждый район и детей привлекаем с каждой школы, активно с ними занимаемся. Дети, когда именно с ними уже выезжаешь с определенным классом, по их маршруту движения до школы, они уже запоминают, что нужно делать. Притом, у нас трафареты носят информационный характер о том, что с гаджетами нельзя переходить, с велосипедом нужно опешиться и так переходить. Поэтому весь комплекс мероприятий нам дает пока положительные результаты. Я надеюсь, такими и будем продолжать. Олег Алиевич, хочу пожелать вам успехов в работе и до новых встреч. Спасибо. Спасибо вам тоже, Муратов. Спасибо. 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 Спасибо.